Здравствуйте! О том, какие ЧП произошли в Алтайском крае, расскажет журнал происшествий. По данным правоохранителей, неделя выдалась достаточно спокойная. Даже длинные праздничные выходные не испортили статистику. Хотя без происшествий не обошлось. Одним из самых серьезных можно назвать пожар в Барнауле, в результате которого сгорело два частных дома. Около полуночи на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы города Барнаула поступило сообщение о возгорании двух жилых домов и на дворных построек по улице Аэродромная. На момент прибытия первого подразделения строения горели открытым огнем. С момента прибытия первого пожарного подразделения до локализации возгорания огневодцам потребовалось около получаса. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось недопустить распространение огня надалее на соседние строения. Всего в ликвидации возгорания были задействованы 10 единиц пожарной специальной техники, 37 человек личного состава противопожарной службы. В результате пожара над дворной постройки уничтожены полностью, повреждены крыши и стены в домах. Общая площадь пожара состояла 280 квадратных метров. По оценке специалистов, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Выходные выдались настолько праздничными, что часть преступлений была совершена под воздействием алкоголя. Назовем некоторые из них. В Кытмановском районе неизвестные в ночное время похитили из ограды дома машину. Скорее всего, злоумышленники хотели доставить хозяину неприятности, поскольку транспортное средство нашли в двух километрах от дома потерпевшего в водоеме. Злоумышленники постарались скрыть улики, однако полицейским экспертам есть за что зацепиться, чтобы установить преступников. А вот в Славгороде в ход пошло травматическое оружие, причем в результате его применения пострадал сам стрелок. Нетрезвый мужчина якобы хотел предотвратить драку между двумя спорящими людьми. Для этого потерпевший выстрелил в сторону и попал в стену киоска. После стрелок попятился назад, оступился и ударился головой о бордюр. В результате получил травму головы. Сегодня мы откроем в журнале происшествий новую страничку и немного окунемся в историю. Знаете ли вы, что еще четверть века назад нынешние фрилансеры, мастера хендмейда, фермеры могли получить уголовное наказание? За что? За тунеядство. Ровно 55 лет назад в СССР была учреждена такая статья уголовного кодекса. По ней наказывали всех, кто жил на нетрудовые доходы. Сейчас за безделие не судят, но труд как меру наказания используют. Как это было и как есть в наше время, расскажем далее. Под статью УК РСФСР «Тунеядство» попадали все люди, которые в течение четырех месяцев не занимались общественно полезным трудом на благо общества. То есть официально нигде не работали. Исключением были студенты. На стройке работаете? Подрабатываю. Что значит подрабатываю? Учусь в политехническом. Ага. Тунеядцами становились не только бродяги, но и рыночные торговцы, писатели и даже незамужние и бездетные женщины. И было неважно, имел ли человек средства к существованию. Главное, что его заработок не зависел от государства. Писатели, пожалуй, страдали чаще всех. Вероятно, потому что могли себе позволить не ходить каждый день на работу и при этом жить в достатке. И, особенно если ты прозаик, ты мог жить на свои литературные гонорары, на издание книг. Ты издал роман, ты год, наверное, как минимум на него живешь, на этот роман. А поэты, даже мы, не члены Союза, мы печатались, даже печатаясь в Алтайской правде, мы получали по рублю за строчку. Рубль за строчку. Сейчас это было бы сколько? Ну, я не знаю, он должен был больше 100 рублей. Наверняка. Статью тунеядства отменили 25 лет назад. Но к труду продолжают приговаривать и в наше время. Есть два вида наказания – исправительные работы и обязательные. Екатерина одно время крепко дружила со спиртным, из-за этого у нее отобрали ребенка. Со временем она стала должницей по алиментам. Суд приговорил ее к исправительным работам. Девушку официально устроили на работу и с ее зарплаты гасят долг перед малышом. Инспекторы говорят, что за полгода наказания девушка сильно изменилась. Выпивать стало меньше, поставила цель вернуть ребенка и даже стала получать удовольствие от труда. Вы знаете, когда приходишь в подъезд, помоешь, и женщина выходит и говорит, ой, да у вас какое-то, да спасибо вам за ваш труд, да вы всегда так чисто моете. И вот и себе приятно, и ты думаешь, что и людям приятно, что чисто ходят, что этой пыли и грязью не дышат. Самое главное, наша цель добиться, чтобы осуждены все-таки прочувствовали, что это наказание в первую очередь. Поэтому, когда их осуждают к исправительным работам, они сначала воспринимают это с легкостью, слава богу, на свободе, а когда понимают, что надо работать, они начинают понимать, что все-таки они осуждены. Да, конечно, мыть в подъезде, допустим, когда тебя видит общественность, ну да, немножко напрягает. Ну, своего рода это воспитание. Еще более неловко чувствуют себя те, кого приговорили к общественному и бесплатному труду. Как правило, это люди, у которых есть официальная работа и нередко престижная. Поэтому такие осужденные прячут лица от камеры. Почти за год количество общественников выросло в разы. И сейчас превышают тысячу человек во всем крае. В основном это люди, приговоренные к уголовной ответственности и за пьяное вождение. Вывод, что до сих пор труд делает даже из человека. Человека с большой буквы. И в финале расскажем о бравых похождениях инспектора ДПС из Зонального района. Лейтенант полиции Александр Александрович Александров, судя по всему, очень любит позировать перед объективом фотоаппарата и выкладывать себяшки в социальные сети. На его страничке вперемешку и кадры со службы, и в свободное от работы время. И то, как проводит свои выходные инспектор ДПС, вызвало негодование интернет-пользователей и его коллег. В главном управлении назначили проверку на предмет соответствия блогера, занимаемой должности. От моментального увольнения его спасло лишь то, что на его страничке нет фотографий, где бы полицейский был в форме и с алкоголем в руках. Я хочу отметить в этой связи, что позиция главного управления внутренних дел однозначна. Сотрудник полиции обязан корректно вести себя не только на службе, но и в быту. Соответственно, оценка действиям нашего сотрудника в быту будет дана. Не забывайте, всепоглощающий интернет – это не ваш домашний альбом. И бывает так, что фото, видео или даже слова могут стать причиной для наказания по закону Российской Федерации. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин